Прогресс делает подготовку к каким-то занятиям прям молниеносным, поскольку не только готова бумага, но она еще порезана на нужный формат. Я хотел спросить, ручки у всех есть? Нет. У кого-то нет, да? Ну, надо сказать, да, а вот здесь вот мы воспользуемся, вот здесь карандаши есть. Я пройду раз. Да. Это, так сказать, не моя епархия, я поэтому так дерзновенно немножечко осмотрелся. И заодно, вот сейчас мы раздадим, они нам пригодятся чуть позже, они нам пригодятся чуть позже. А раздайте, пожалуйста, вот на ту сторону, вот сюда. Так, я уж по-деревенски так, прошу вас. Так. И на галюрку. Нет, не хватило уже. А, все уже. Юр, как вы себя-то оставили? Хорошо. Благослови Господи нашу сегодняшнюю встречу. И в первую очередь скажу, что мне очень приятно видеть наполненную аудиторию. Возможно, в прошлом году на родительском собрании класс был просто больше. Я понимаю, да. Но сейчас все выглядит очень плотно, и это для общения очень приятно. Я хотел бы узнать прежде всего следующее. Кто вы? Вы родители, педагоги? Кто? Ну, вот, да. То есть, да, да, да. Большинство педагогов родители, да, но не все родители педагоги. Хорошо. Кто вы? Все ли вы христиане? Хорошо. Хорошо, потому что мы понимаем качественное общение тогда, когда Христос посреди нас. Когда двое или трое собираются во имя Его, то Он там и находится. И подтверждение этим евангельским словам бывает наш личный опыт. Когда мы очень хорошо начинаем понимать друг друга, когда мы говорим об одном и том же, мы можем при этом произносить разные слова. Мы можем какие-то явления, феномены нашей жизни рассматривать с разных сторон. Но в целом получается объединение в смысле и объединение в понимании нашей цели и наших задач. И вот это смысловое и даже предметное единство, оно говорит о том, что не без Бога происходит это общение. Хотя, с другой стороны, если бы большинство в этой аудитории не было бы христианами, то тогда и это было бы неплохо, и это было бы даже лучше. Потому что в таком общении человек получает личный опыт познания Вышнего, когда, в частности, допустим, когда ответы на какие-то сложные вопросы обретаются, то есть находятся совершенно простыми. И человек начинает думать, слушайте, а почему это так? Вот почему то, что меня глубоко волновало длительное время, почему это разрешилось настолько просто? Но мы-то знаем, что Христос, он простой. Более того, вот сейчас начнется Великий пост, и в Покаянном каноне Андрея Критского мы это слово слышим о Троице. Троица простая, то есть здесь слово «простой» не является синонимым словом «примитивный», а простой — это целостный, без каких-либо подкладок, без какой-либо неискренности. Вот целостность личности мы еще называем простотой. И также мы про людей говорим, что вот, допустим, нам нравится его ученость и одновременно, что простота в нем, вот эта вот искренность, целостность, которая, допустим, не позволяет человеку, скажем, свою высокую ученость распространять уже на личное общение. В личном общении мы видим, что человек, вот он есть человек. Но это я, к примеру, так говорю, потому что мы сейчас перед появлением здесь мы как раз этот вопрос с коллегами обсуждали. Хорошо. Тема сегодняшней беседы такова. Похвала и благодарность в детородительском общении. Судя по вашим заинтересованным лицам и потому, что вы пришли на занятия без перевода, вы так подготовлены уже и вас эта тема очень интересует. Да, кстати, насчет перевода. Если кто-то не улавливает быструю речь, кому-то становится что-то непонятным, можно сразу сказать, что спокойно, смело, можно сказать, что батюшка, повторите, пожалуйста, или помедленнее, пожалуйста. Хорошо? Потому что я, к сожалению, не знаю, насколько я могу быстро говорить, не быстро, насколько это будет удобно для вас. Итак, всех это нас, эта тема, в том числе и меня, жгучее интересует. И справедливо, я надеюсь, я справедливо скажу, что эта тема, она жизненно важна. для каждого из нас, хотя вот с разных сторон, но мы чувствуем жизненную важность ее. Скажите, пожалуйста, друзья, а что является целью детородительского общения? Это вопрос. Мы будем общаться. Страшно, что ли? Слушайте, нет, только давайте так, мы не на уроке. Вот об этом надо вовремя сказать. Дело в том, что, конечно, обстановка, интерьер, он пробуждает в нас старинные рефлексы, знаете ли, рефлексы нашей юности. Поэтому я сразу хочу вас, дорогие мои, о двух вещах предупредить. Первое, сейчас, секунду. Первое, то, что я сам не сделал, да, это я выключаю звук мобильного телефона. Это обычное уважение, хотя это и не только уважение. И от соблазна даже в сумку заберу. Это не только уважение. Вот вы обращали внимание, когда мы находимся в храме на молитве, очень часто бывает, что у кого-то там где-то, в пальто, далеко уже в снятом пальто, начинает звонить телефон в самый ответственный момент богослужения. Ну, задаем мы основной вопрос римско-уголовного права. Кому выгодно? Понимаете, как просто вообще это все. И для того, чтобы друг другу не мешать, и для того, чтобы в какие-то интересные ключевые моменты мы не потеряли своего внимания, мы вот этот вот звук убираем. И следующий момент, который я стараюсь напоминать своим слушателям, здесь вот двоих не ставят. Вообще никаких оценок. Ну, кроме пятерок. О чем я этим хочу сказать? Важно не бояться общаться. Мне это не меньше важно, чем вам. Мне очень важно видеть в вас вот эту вот свободу. Сейчас мы быстро разберем, откуда она берется. Важно не бояться высказать ошибочное мнение. Ну, не говоря уже о том, что мы так делаем, мы боимся высказать там ошибочное или ошибочное свое мнение из-за чувства вины. Совершенно, ну, весьма греховным, таким дурацким. Мы часто говорили о чувстве вины, и я специально на этом останавливаться не буду, хотя чуть позже мы этого коснемся. Но еще, понимаете, важно помнить, что чем больше ты выскажешь ошибок, тем меньше у тебя их останется. Понимаете? А если наше мнение, допустим, будет ошибочным, и мы с этим уйдем, это будет неприятно. Знаете почему? Потому что в нас ничего не изменится. Вот с чем пришлись, тем и ушли. Да это неприятно. И будем помнить о том, что ни один человек в этой аудитории, в том числе и я, мы не засмеемся, обычно я детям объясняю, но вы так внимательно слушаете, что я позволяю себе и вам это сказать. Мы не засмеемся, мы не обидимся, мы не скажем, слушай, значит, сядь на место, не мешая. Так, нет, конечно. Вот этот общий принцип, чем больше выскажешь ошибок, тем меньше их останется, это весьма соответствует духовно-нравственному содержанию нашего общения. Поэтому я прошу вас говорить вообще все, что вы хотите сказать. Иногда самые незначительные вещи, по нашему мнению, становятся весьма значительными для нашей жизни вдруг. Именно тогда, когда мы смотрим на них со стороны. И высказывание своего мнения, оно как раз позволяет нам всем со стороны оценить качество мысли, ну и, естественно, ее содержание. Поэтому я прошу вас быть совершенно свободными и говорить все, что вы хотите. Итак, вопрос. Где-то родительское общение? Не-не, вы смелые дети, широко размахивайте руками. Да, здрасте. Прошу вас, присядьте. Вам понадобится... У вас ручечка есть в сумке? Найдется. Да, будьте добры. Она пригодится. Не, ну раз пришел, смело заходи. А я думаю, вот это место для оператора. Как жалко, что эта парта пустует. Хорошо. Мы говорили о том, что наше общение вполне может быть свободным. То есть, если мы будем общаться, говорить с друг с другом, и мы говорили о том, что важно не бояться сказать то, что ты хочешь сказать. Потому что, если даже ваше слово, ваше мнение будет ошибочным, то значит, вы сможете от этой ошибки освободиться. То есть, чем больше высказываешь ошибок, тем меньше у вас их остается. То есть, вот как-то так, это довольно просто. И, но это была такая присказка, да, вот, предваряющая часть. Итак, вопрос. Какова, вот где-то родительское общение, какова его цель? Секунду одну. Да, безусловно, можно. И я почему вас сейчас придержал, хочу сказать, что ответов, вы не ждите ответов друг друга. В том смысле, что если кто-то один что-то сказал, значит, можно молчать. Нет, мы на один вопрос будем отвечать часто, вот рассматривать много вариантов ответов. Хорошо? Поэтому так. Итак. Я как родитель для себя поставил все время две задачи. Это была первая задача, чтобы ребенок был действительно смелый. То есть, он не боялся высказать свое мнение, но в то же время был открытым. О! То, о чем мы сейчас говорили. Первая задача для меня бывает, вторая задача, как касаться христианской семьи, чтобы он мог подводит себе смело общаться с Богом. То есть, он молился своими словами как-то вот у меня. Идеально. Спасибо. Но вы даже, я немножко даже обижен на вас сейчас. Потому что вы своей мыслью, своим ответом прошли далеко вперед по нашему с вами сегодняшнему общению. Но это шутка, конечно. Вот. Потому что спасибо, что вы сказали. И спасибо за то, что вы сейчас в самом начале поставили такую высокую планку для нашего с вами общения. Но я задал вопрос о другом. То есть, сейчас прозвучало, что тема какая? Поставленные задачи. Но давайте так. вот мы в качестве результата какой-то своей деятельности, в частности, о чем вопрос? Где-то родительское общение. В где-то родительском общении в качестве результата мы полагаем какую-то цель. выбирал, 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 я умел. Цель. С помощью чего достигается цель? Средства? Нет. Средства? Да. С помощью решения определенных задач. Понимаете, да? А задачи решаются своими методами, способами, приемами, подходами и так далее. и вот все вот в этом месте называется содержание. Содержание какой-то деятельности. То есть общий смысл, да? Вот то, что находится внутри, вот в целости. Итак, я спросил о цели. Вот вы обозначили, допустим, две каких-то задачи, которые вы поставили, да, перед своим ребенком, перед своими детьми. А какова главная цель? чему служит решение поставленных задач? А попроще? Стоп, попроще. Попроще. Это не то еще. Передача опыта? Нет, передача опыта нет. традиция. Сейчас, секунду. Традиция, извините, традиция, это средство. Передача. Нет. Слушайте, а что нас больше всего в жизни интересует? Короче. Правильно. Спасение? Даже нет. Нет, давайте. Кто вы иди, кто вы иди не делал? Откровенно. Да, люблю. А люблю ли я кого-нибудь? Интересует? Взаимно. Ну, одним словом, как назад. Эй. Любовь, конечно. Хорошо. Цель – это любовь. А содержание детородительского общения? Какие другие варианты? Это как форма. В том числе, да, любовь в том числе так выражается. Содержание детородительского общения. Вот что внутри него находится? Что, давайте так, другое слово, что наполняет детородительское общение? Взаимно. Как форма? А как, короче, назвать? Нет, нет, мы говорим, что это... Как одним словом назвать то, что вы говорите? Ну, вы уже... Правильно. И совершенно верно. Совершенно верно. Оказывается, что и содержание детородительского общения – это любовь. А знаете, в чем основная... Исходя из этого, основная проблема детородительского общения в чем? Расскажите мне. Слушайте, когда мы найдем правильный ответ, вы будете улыбаться до ушей. Отсутствие любви. Стоп, 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 стоп. Это разные формы. Это разные формы. Хотя вот ответ нелюбовь, он... По своей емкости он ближе, но обоснуйте его, пожалуйста. В чем... Нелюбовь – это следствие чего? Мы знаем, что нелюбовь бывает следствием конфликта. Это формы. Следствие внешнего или внутреннего конфликта. То есть столкновения интересов. Вот я люблю человека, а потом, значит, произошел внутренний конфликт или внешний, и я его, что не люблю, он мне чужой. Так вот, ну мы сейчас разобрали частные случаи просто как иллюстрацию. Итак, важный вопрос. В чем проблема детородительского общения? Конфликт в чем? Об этом мы позже скажем. Отлично. Но об этом я говорил во вчерашней... В позавчерашней лекции были же на ней? Помните этот момент, да? А почему? Ой, Юр, очень тепло. Да. Нет, нет, нет. Сказать? Это непонимание того, что цель и содержание, называясь одним словом, являются разными вещами. Понимаете, да? То есть одним словом, одним и тем же словом мы называем и цель своего общения, и что? И процесс его достижения. Вот, допустим, не любовь, да? Условно говоря. И любовь. И процесс, и цель. И конфликтность заключается в том, что вот это вот конечного состояния мы начинаем требовать от другого человека где-то почти в начале пути. А иногда даже в начале. Вот откуда недопонимание. Потому что, допустим, наш ребенок, если говорить уже конкретно не о создании семьи, да, а вот уже мы в семье, наш ребенок, он не понимает, почему от него требует того, чего он делать не умеет, он не обучен. Мы фазу обучения проскакиваем. Мы думаем, что он такой же, как мы, что ли, сразу? То есть мы забываем, да, о том, что мы не только все дети Божьи, это понятно, но мы забываем о том, что мы сами были детьми и требовали к себе внимательного отношения разными способами. Они настолько разные, что, я подчеркну, детское воровство бывает следствием отсутствия внимания родителей. Не то, что вот у меня чего-то нет, а у Леши Кириллина есть, и мне надо это купить срочно. Не. Это привлечение к себе внимания старших. Таким, в общем-то, асоциальным поступком. Или антисоциальным, это в этом случае совмещается. Так вот, что делать? То есть, смотрите, мы решили вопрос с Александром Ивановичем Герценом. Кто виноват? Теперь вступает, значит, в общение Николай Гаврилович Чернышевский. Основной вопрос интеллигенции – что делать? Что делать? Общаться. Общаться зачем? Общение – это только инструмент чего-то. Скажем, это средство поиска. Давайте так это назовем. А что мы ищем? Любовь. Любовь, да. Мы пытаемся научиться правильно любить. Причем слово «правильно» звучит как-то провокативно. Что значит «правильно» или «неправильно»? Правильность любви. Почему мы своих мыслей, слов и поступков эту правильность… Как мы чувствуем, как мы ее понимаем? В чем мы ее… В чем… Через что мы убеждаемся в том, что мы правы в своей любви? Ну, по результатам. То есть, личный опыт и результат общения говорит нам о том, правы мы в своей любви или неправы. Это просто. Откуда мы уверены в этой простоте? В Евангелии мы имеем эту уверенность. Когда Спаситель говорит нам о том, что о каждом древе мы должны судить по его плодам. Совершенно верно. Теперь мы с вами, дорогие слушатели, мы всего полчаса разговариваем. А так бах! Что-то фундаментальное такое уже успели поставить. Теперь мы с вами проделаем такой фокус. Если… Это с бумагой фокус. С бумагой. Сами будете делать. Только честно. Вот единственное, что меня волнует в этом смысле, то, что вы не будете задумываться о том, а что потом скажут. Вот сейчас важно написать то, что есть, как бы это ни было. Значит, мы вот сейчас пишем, какими словами мы выражаем ребенку свою похвалу. Время пошло? Похвалу. Похвалу. Три минуты. Это приятно, конечно. Я вчера в новостях прочитал, что в Эстонской Республике самая безопасная водопроводная вода. Поэтому я со спокойной душой пью, что мне девочки принесли. А после Москвы я вообще лет восемь не подходил к крану с водой, боялся, потому что в московской системе там вся таблица Менделеева водопроводят. И только, да, лет через восемь я попробовал воду у нас в Минстерре и остался очень довольным. Выжил, короче говоря. О, да. Но потом не надо и жаловаться, что у меня почки отваливаются. Но это на самом деле я вас смешу для остроты вашей мысли. Хорошо, время заканчивается, полминуты осталось, даже чуть меньше. Просто когда есть раздражающий фактор такой снаружи, то задача выполняется более концентрированно. Вы же меня простите за такую манипуляцию невинную. Готово. Стоп. Достаточно. Теперь, уважаемые слушатели, мы поступаем еще краше. Закончили? Закончили. Мы поступаем еще краше. Переворачиваем этот лист. И пишем, как мы выражаем благодарность своим детям. Выполняем задор. Вот только то, что вот на самом деле. Те же самые слоните, что мне это не важно. Вот как есть. Ух ты. О, какая иконочка. Вот это Платон. Скрипят перья, морщатся носы. Никуда не спрячешься. Вообще-то ужасно. Ну, у нас целая минута осталась. То есть треть времени осталась. Я вот как необразованный русский человек, когда вижу «вихви», то я всегда читаю «кохви». Простите меня. Много букв совпадает. Хотя, конечно, от чистоты нашего общения некоторые важные слова эстонского языка мне уже известны. «Армаста», например. Закончили? Спасибо. Собираем листочки. Что-что? Так, а вот здесь мне потребуется, конечно. Спасибо. Спасибо. Дамы. Так, а что мы здесь читаем, что не читаем? Вот это читаем. А вот это? А, понятно. А, ну да, да, да. Сейчас я... К сожалению, я не привык еще пользоваться очками. Очками и... Отец, Ренат, расскажите, пожалуйста, это только в русском языке так, что любовь к цели и любовь к содержанию? Или в других языках тоже? То есть это фонетика нашего языка так обозначает? Или он... Я просто пытаюсь понять, оно как больше, ну, может быть, как действие, да, в русском языке? Да, я готов ответить на этот вопрос, Юра, и огромное вам спасибо за этот вопрос. Вы мне, как обычно, помогаете. Да. И... Вы, опять же, с моей точки зрения, ваш вопрос несколько опередил время нашего общения. Но раз он среди нас прозвучал, да, значит, нужно на него ответить. Раз он родился у нас уже. Дело в том, что любовь, как мы говорили, кстати, об этом раньше, на прежних встречах, любовь — это свойство личности Бога. Поэтому академического определения понятия любви не существует. Логика личность Бога измерить не в состоянии. Но для самих себя понятие «любовь» мы определяем опять по содержанию, вот то, что внутри него, этого слова находится, в содержании. И в христианском понимании любовь — это жертвенность, самопожертвование. Каким образом мы можем доказать то, что любовь — это поступок самопожертвования? Да, поступок, совершенно верно. Я могу это доказать без слов. Вот смотрите. То есть вот лучший поступил вот так. И стало быть, то, что мы делаем трудного и жертвенного, и при этом получаем состояние личностного роста и вообще счастья, это похоже на этот поступок. Счастье — это двухкорневое слово. Соучастие. Одна и та же часть, вот в данном случае с ним. Потому что поступок такой по содержанию. И то есть понятие любовь, оно неразрывно связано со крестом. А для нас и для христианина и жизненный путь — крестоношение. И окончание жизненного пути. Вот то же самое. Никто из нас не должен сомневаться в том, что наша жизнь закончится иначе. Вот только так. Знаете почему? Потому что наше воскресенье, вот мы говорим, Христос воскресе, мы же свое воскресенье так переживаем вместе с ним. То есть наше воскресенье будет возможным только после этого. И понятно, да, что вот в русском языке происходит совмещение такое. Одним и тем же словом называется и процесс, процесс, да, и цель, и процесс ее достижения. Потому что это с крестом связано. Но в понимании, в других языках, в понимании вот того, о чем мы сейчас с вами говорим, существует такая же близость. то есть сначала усилие, а потом цель. И цель эта, она одинаково и счастлива, и одинаково трудна. То есть получается смысловое вот такое вот совпадение. А по звукам, да, конечно, это вот русский язык нам подсказывает. Ну, вообще в русском языке довольно много евангельского содержания. Я хочу просто в качестве иллюстрации, я хочу вам напомнить, что даже у восточных славян нет именования человека по отчеству. там, простите, карту мира перепутал, у западных славян, там у сербов, у болгар, там и так далее. Вот у нас только вот осталось здесь в серединке Белоруссия, Украина, Россия, большая. Почему это так? Почему мы говорим Иван Петрович? Петрович вот здесь при чем? Это понятно. Но почему, все же мы чьи-то дети. А почему в нашей культуре вот есть упоминание отца, а в других нет? Точнее, было, но не осталось. А корни откуда? Все признают корни, любят традицию все. Корни из Евангелия. Когда Спаситель говорит о себе и, собственно, о Троице. Да все чтут сына, как чтут отца. То есть отношение к сыну мы выстраиваем по отношению к его предку, если подразумевать человеческое общение. Понимаете, насколько глубоко религиозность вошла в жизни людей? Что если ты именуешь, допустим, своего собеседника безотчества, то ты высказываешь к нему неуважение, непризнание. Очень интересно. Вы понимаете, это не атовизм культуры. Это ее, скажем, святой остаток, которым до сих пор мы благодарно пользуемся. Но хорошо, мы возвращаемся к нам. Давайте мы поставим смысловую точку в вопросе любви. Хотите? Очень важно, что мы можем такую вещь серьезную препарировать, то есть исследовать досконально. Зачем это нам нужно? Кто, кстати, скажет? Зачем нам нужно вот это доскональное знание в вопросе? Понять, что внутри и разбить на подзадачи. Нет, нет, нет. Я ошибаюсь. Это для настоящих людей. Молодец, очень хорошо. А еще, если точнее, это прям здорово. Об этом я говорил позавчера вот в своем выступлении. То, что слова и поступки взрослого человека тогда являются уверенными, когда человек, взрослый, обладает знанием блага. И вот этот разбор такого великого понятия, он дает нам знание того, что мы должны делать. и тогда в этом делании мы становимся уверенными и спокойными. Потому что мы знаем, что это хорошо. Даже если это трудно. Трудно, это неплохо. Это просто надо сделать, и все. Бросить ума не надо. А решить задачу это интересно. И так, возвращаемся. Мы говорим, что любовь это поступок самопожертвования. Когда мне приходится общаться с, допустим, с людьми, сейчас я отложу. Я не писал. Не, у меня есть право, у меня нет детей. Но это шутка, конечно, потому что да, у меня с некоторыми людьми очень такие ответственные отношения. Вот поэтому я тоже вполне мог это написать. Итак, когда общаешься с людьми в формате исповеди, не просто беседы, а исповеди, то есть, когда все очень важно, потому что нас вот Бог непосредственно слушает, мы вдвоем с этим человеком перед Богом стоим, когда все очень важно и при этом мало времени. Потому что если будет развозить вот так, растягивать, это нехорошо. Ну, по разным причинам. Так вот, приходится рассуждать довольно быстро в этом формате. И когда я задаю вопрос, а что такое любовь, это слово или поступок? Вот есть фразеологизм. Вы очень удачно вписались в мою паузу, смысловую. Я вам благодарно говорю, что вы очень удачно в это вписались. Дело в том, что в русской речи существует фразеологизм. Все держится на честном слове. фразеологизм. Что это означает, что все не твердо? Слово не имеет цены. Знаете, почему? Еще царь, пророк и псалмопевец Давид написал «Всяк человек ложь». Причем слово «ложь» пишется вот таким вот образом. Есть ли здесь грамматическая ошибка? Вау! Я коварный. Мне нравится интрига. Оно потом опять призматин поставили не с них чинят. Не, 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 не так. Дело в том, что, да, коварность, коварность моя заключается в том, что я произнес цитату на церковно-славянском языке «Всяк человек ложь». Всяк. Ну, это вот не из обиходной речи, не из современного русского языка. Вот слово «ложь», да, если бы был нягкий знак, мы бы приписали его. Да, действительно, это была бы обман женского рода. Или, ну, там, ложь еще немножко по смыслу отличается, но примерно это так. Вранье, короче говоря. А вот, да, в варианте псалтыри ложь написана без мягкого знака. Это слово на русский язык, знаете, переводится как? Как непостоянство. То есть, он ложь, значит ложен. Не лжив он, не лжив, а ложен, непостоянен. Понимаете? Всяк человек непостоянен. Именно поэтому наше слово не имеет силы. А что имеет постоянство в себе? Поступок. Факт. Вот это если есть, то есть, а если нет, то нет. Итак, но я, говоря о вопросе на исповеди, я хотел сказать не об этом даже. То есть, я бы хотел сказать не о том, что человек, вот он мечется между словом и поступком. Очень часто бывает, звучит правильный ответ, очень часто, когда человек говорит поступок. Но при этом я обращаю внимание всякого человека, что они совсем забывают о чувствах. О чувствах. Представляете, насколько чувства имеют непостоянство. что человек даже не разбирает этот вариант. Он не замечает моей якобы ошибки. Я что же специально же ставлю так вопрос точно. Слово или поступок. Якобы я ошибся, о чувствах-то мы забыли. А он даже не вспоминает о них. А теперь, интрига не в этом. Интрига в следующем вопросе. В настоящем интрига в следующем вопросе. А где же но любовь без чувств не бывает? И где же в любви как в жертвенном поступке спрятаны чувства? Ну я бы вам наврал, я бы просто был сумасшедшим, если бы сказал, что вот любовь есть, чувства нет. Это же глупость какая. Не. А где они спрятаны-то? Если любовь, еще раз, если любовь поступок самопожертвенности, то где спрятаны чувства? Самопожертвования. Вот почти точно. Вот просто удовольствие. Почти точно. Просто, ну, может быть, даже точно, но не оформлено. у вас такой мягкий снежок, а вы сделаете поплотнее. Чувства? Нет. А любовь же в другом месте, что ли? Как у меня мама говорила, позвольте вам этого не позволить. Не в другом месте, она там же. Но это литературное выражение, сейчас я не помню, у Чехова что-либо будет. Она вот часто повторяла. где чувства, спрятанные в поступке жертвенности. Слушайте, слушайте, стоп. Значит, мы сейчас договорились до того, что одна из основных характеристик чувств является непостоянство. А что тогда нас интересует в чувстве? Постоянство. Постоянство, константы. Итак, из вопроса следует ответить. Постоянство. Что еще? Сила, безусловно. Нет, 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 нет. Давайте, вот сейчас не мудруйте. Постоянство, сила и что еще? Вот мы говорим, что у нас, условно, литературно, у нас к этому человеку какое чувство? Нет? Тоже не то. А высота у нее, с чем она еще? Нет, про силу и постоянство мы говорили. А еще какое качество у чувства есть? Нет. Нет. Есть образ, образ такой, который сразу станет вам знакомым, и вы поймете, почему он главнее. У чувств есть глубина. и она относится к сердечной глубине другого человека. Да? Насколько ты сам его познаешь, глубоко сам ты его познаешь, насколько глубоко ты его допускаешь в свое сердце. Глубина. Итак, правильный ответ. Слушайте, слушайте. Сила, глубина и постоянство чувств зависит от степени жертвенности. Сила, глубина и постоянство чувств зависит от степени жертвенности. А сила и глубина в чем они сейчас секунду. Это то, что есть глубина, что тебя невозможно выдрать оттуда. Ты сильно за это держишь. Ты никому это не отдашь. Ни постоянство, ни глубину. Хорошо. Сила, глубина и постоянство чувств зависит от степени жертвенности. Какой вывод, внимание, какой вывод мы делаем из этого? Вывод просто с ног сшибать. Он прекратен. это то, что всем хочется. Ну, счастье да. Изумительно. Хотя в плане формулировки звучит иначе. Не, не, это нормально. Просто формулировка она емче. Но что касается искренности и проникновения в материал, да. Нет жертвенности, нет чувств. Что есть? Есть страсть. И чувства, они только эгоистичны при страсти. При поступке страсти, да, мы просто свой эгоизм реализуем. А жертвенность нет. Это диаметрально противоположное качество. Это не к себе вообще от себя. До смерти. Вот так. Ну, каждая мама, у которой есть дети, она знает это хорошо. Молодец. Что я сейчас сделал? А перед этим что сказал? Как, что я сделал? поблагодарил. Но это мы запомним. Итак, вывод следующий, друзья. У нас такая преамбула, то есть водная часть разрослась, но это очень хорошо. На самом деле, и даже по времени это комфортно. Вывод следующий. Сначала поступок, а потом чувство. чувство. А если идут сначала чувства, то это, а потом поступки, это страсть, это не любовь. Но когда ты чем больше отдаешь, тем дороже, ближе, роднее, важнее и главнее становится для тебя другой человек, да, мы знаем хорошо. Простой пример. В ресторане, в кафе девочка разбила тарелку, бокал, а молодой человек говорит, запишите это, пожалуйста, в мой счет. или в гостях он говорит, простите, это я разбил. Он объяснил себе в любви таким образом. Все просто. И от того, что он это взял на себя, он стал взрослее, он сам себе понравился. Вот так мужчины растут, если что. В мелочах. От простого к сложному, последовательно, постепенно. Потом, так сказать, состояние замужества, да, он будет, так сказать, закрывать собой, да. Как он делал это в маленьком в начале, потом он будет это делать, так сказать, в большой середине, там, в конце. Все то же самое. Ответственность, уровень ответственности против другой. Но это детали. Итак, любовь, да, это поступок самопожертвования, сила, глубина и постоянство чувств зависит от степени жертвенности. Чем же проявляется любовь каждый день? Первое. Нет, это важно, но не это первое. Нет, поступок это общее. Конкретно, в чем проявляется любовь каждый день? Ежедневно. А точнее, да нет, это в общем. Забота, да, но она, я позволю себе, это как бы не первое. Правильно, первое это внимание. Внимо, это самое простое. Это то, что не требует совершенно никаких усилий. Внимание. Ну, если брать, ну, вот в контексте семейных отношений, допустим, вот все уже проснулись, да, а кто-то там на кухне находится, в ванной там и прочее, взял там смайлик, отправил, там доброе утро и там все такое. То есть все находятся в одной квартире, да, в одном пространстве. И тут вот просто внимание. не говоря уже о том, что мы звоним там старшим родственникам, интересуемся там о том, о сём, там, обладает это. Внимание. А потом уже, да, забота, время, сон, здоровье, да. Деньги, как бы они не были важны, они очень важны. Но они вообще, вот смотрите, никто о вас сейчас, об этом, о деньгах сейчас никто не вспомнил. Первое, это внимание. Деньги, ну, это очень важно, но это средство. Когда вот я вижу людей, которые говорят, что у меня такая трудная работа, разная, но мне так приятно знать, что вот мои, вот эти вот, моя семья живёт этой работой, вот тем, что я усилил, я и не замечаю этой трудности. Дети в Рим захотели, всё, я две-три недели работаю без выходных вообще, но они захотели в Рим, ну, что тут такого-то, но есть возможность. Да не, это не богатые люди, но это приятно, да, с помощью, ну, то есть, не деньги здесь важны, а ведь деньги, это что, следствие усилия этого человека, что он меньше спит, да, меньше там, что-то такое, вот, уделяется внимание там, супруге и прочее. Ну, почему? Потому что надо детей время отправить. Ну, вот пример, это вчера, позавчерашний тоже пример, такой был. Общаешься с разными людьми. Хорошо, и для того, чтобы нам завершить, вот это уже устали все, конечно, жутко, от этой, от этой любви, но надо точку поставить. Итак, мы говорим, что это такое, там, проявление, да, да, а чем повседневно любовь питается? Пища повседневная. В чем она? Ну, давайте так, в чем проявляется любовь? Вот мы слово, вот это внимание, нашли откуда? От того, что нам вот его хочется больше всего. И мы говорим то, что нам хочется больше всего, внимания, значит, внимание. хорошо, а повседневная вот любовь питается чем? Нет, 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 проще, гораздо проще все. Вы понимаете, вы сейчас не мудруйте, вы обратитесь к своему личному опыту. Отдача? что? Отдача? Я не вижу, кто говорит. А, просто в одно время пишите, знаете, ну, нет, отдача этого как раз, как соединяется с понятием жертвенности. Нет, да нет же уже. Хватит поступков уже, мы можем придушить поступков. А вере мы вообще ни слова не сказали. А, кстати, почему? А, это потому, что вы припоздали чуть-чуть. Сейчас объясню, почему. Мы говорили о том, что нас соединяет вот это вот христианское содержание вообще. То, что Христос посреди нас, мы говорили, да, вот собираемся с вами. Поэтому мы вопросы веры сейчас не обсуждаем вообще. Это априори понятно, что мы вот в этом вот вероисповедническом христианском пространстве находимся. Поэтому мы не оговариваемся. Да? И когда мы говорим о каких-то евангельских положениях, которые реализуются в нашей повседневной жизни, ну, это становится естественным без всяких оговорок. Итак, хорошо, я отвечу за вас, потому что я не могу уже дольше испытывать ваше смущение. Ваше смущение. Ну, сейчас, сейчас будет вообще здорово. Повседневно любовь питается добрыми, нежными, ласковыми словами. Ну, что молчали-то? Хочется же, знаете же, что не говорите. А как же так? То есть, слова просто получаются, мы только что условия разбираем. То есть, слова, получается, не важны, важны два тонких. Как обычно, дорогой Юрий, вы мне оказываете очень большую услугу своим вопросам. Ну, и, собственно говоря, всем нам. Здесь мы подошли к вопросу ответственности. Это общий знаменатель для всех наших социальных, личных взаимоотношений. Так вот, мы ходим опасно. Мы понимаем, что молчать, играть в молчуна невозможно. И наши слова должны чем? Что? Подтверждаться поступками. Мы несем ответственность за свои слова. И поэтому мы становимся перед необходимостью, если, ну, как же ребенку или жене не сказать, я тебя люблю. Это же убийца может молчать, что ли? Но если мы это говорим, то нам никто не поверит, если мы этого не сделаем. То есть, сама жизнь понуждает нас созидать свою жизнь, самих себя. несколько секретов расскажу в отношении добрых, нежных, ласковых слов. Во-первых, если до брака нужно в какой-то степени сдерживать себя в этих словах, ну, потому что такие слова рождают, сами понимаете, некий потенциал, который может закончиться падением. Понятно? то в браке в этих словах сдерживать себя никак нельзя. Это не то, что бессмысленно, это деструктивно для брака. Ну, вообще для семьи, включая детей, имеется в виду. Просто лить нужно эти слова. Вторая деталь. Если таких слов в лексике недостаточно, очень важно вводить их в речь постепенно. Это у святых отцов написано. Я вам сейчас излагаю тут не что-нибудь. Они так и пишут, что если ты меняешь, радикально меняешь свою жизнь, сделай это так, чтобы это было незаметно. Что это в быту? Когда, значит, кто-то к мужу обращается, да, милый, конечно, сделай, ну, родной этого? Он говорит, нет, нет, ты скажи сразу, что холодильник нужно купить. То есть, понимаете, нам могут не поверить. Кругом это часто встречается, чего с минусом. А вот одно слово в неделю, одно слово в неделю, это хорошо. А потом больше, 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 больше. просто надо прийти, вот, надо оказаться в том месте, где нас никто не слышит и попробовать вслух проговорить эти слова для того, чтобы услышать, насколько они приятны, насколько мы сами вообще хотим их слышать. Следующая деталь. Кто первый должен начинать? Тот, внимание, тот, кто первым ощутил потребность в этих словах. и есть еще одна деталь, о которой молодые вообще не знают, а взрослые пренебрегают. Чем старше человек, тем больше он хочет слышать эти слова. Молодые молчат, это плохо. а те, кто думает, что в возрасте это не нужно, но у меня только грубое слово навевается, они не умны вообще. Нет, ума нет. Нет интеллекта, нет проникновения в материал, в совместную жизнь. Чем старше человек, тем больше он хочет слушать эти слова. Вы не сомневаетесь в этом. Ну и что касается любви, вот здесь мы уже завершили всю эту историю. Мне кажется, вы хотели что-то сказать? Нет? Не пытались задать вопрос? Хорошо. Итак, мы сейчас разобрали все, что связано с понятием любовь. Ради чего? Ради того, чтобы вернуться к нашей основной теме, к цели детородительского общения. Да, это любовь. И содержанию детородительского общения это тоже любовь. Очень хорошо. Скажите мне, дорогие мои слушатели, вот теперь после разбора понятия любовь понимаете ли вы иначе вот эту взаимосвязь? Есть ли отличия до и после? Есть? Ну если да, то да. Хорошо. те, кто слушали меня позавчера, наверняка обратили внимание на мои совершенно безумные рассказы о моей юности, когда меня лупцевали вообще всем чем угодно, чтобы просто под руку попадалось. Но при этом, поверьте, у меня нет, и тогда не было, у меня был протест, но не было обиды, злости на моих родителей, не было тогда, нет и сейчас, абсолютно. Вот мой суровый папа, ну там вообще ладно, и ада, кстати, вот когда он у нас скончался в 2015 году, в мае, в 9 мае, и когда мы с мамой его провожали, то есть уже когда он погружался, так сказать, вот в могилку, ну опять же это вот личное такое, я не считаю зазорным, не считаю зазорным поделиться этим, я ему сказал спасибо, папа, это просто вырвалось, я потом только понял, что я сказал, но я услышал, что у меня мама рядом сказала, да, спасибо, хотя жизнь была очень трудная, и вот как человек, часто посещающий исповедь, принимающий исповедь, я могу сказать, что мало людей приходит с такими вопросами, какие там были у нас, спасибо, да, это было все такое, так вот, мои родители, наказывая меня физически, я повторюсь, они не проявляли своей ненависти или нелюбви ко мне, они таким образом, как они понимали, проявляли свою ко мне любовь, потому что мои грубые ошибки нельзя было остановить другим образом, хотите, я приведу пример, сознательного воровства в моей жизни было только два раза, два раза у меня было воровства, один раз в детском саду, и я до сих пор помню имя и фамилию этого мальчика, у которого там значок отжал какой-то, да, а второй раз мне было лет 10-12, когда нам нужно было детям нужно было сделать там свой взрослый салат, и я пошел к старшим родственникам, на раз-два их развел и взял там ингредиенты все для салата, ну и меня также на раз-два вычислили, предложили выбрать средство наказания, там все было, там ремень, шнур, там все то есть это уже пытка была, и меня выдрали, меня выдрали так, что слышал себя ну все, все закончилось, знаете, причем это воровство это ужасный поступок, ну и выбили из него меня, как и знаете из коврика пыль, ну правда, сознательно я больше этого не делал, знаете почему, не из страха наказания, а я понял, что это не нужно просто, ну что всем от этого плохо, и все, это эквивалент, понимаете, такое вот согрешение, но еще раз это особенности, это очень яркая особенность частной жизни нашей семьи, просто как вариант, как пример, сейчас, конечно, социальные службы придут, скажут, вы что вообще там, ладно, и так, да, а кстати, вот мои родители, а чем они жертвовали вот в своем вот этом поступке наказания, в чем их-то жертвы, они же не меня в жертву приносили, какой-то некой правде, а что? нет, 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 они жертвовали своим сердцем, конечно, потому что оно у них разрывалось от всего этого, им, наверное, было тяжелее, чем мне, то есть у меня попа зажила, да, я побежал гулять, они переживали там, потом, то есть с их стороны даже это было очень серьезно, ну, сейчас меня радует вот этот вопрос, ответ на вопрос смотрите ли вы на эту схему теперь по-другому, да, вот ваш ответ, он для меня был очень важным, если по-другому, даже немного по-другому, это хорошо, теперь так, шапка на голове, а я шапка еще, сейчас я несколько минут потрачу на так, так, а здесь что-то не было на обороте, значит, это одно и то же, да, почему-то здесь тоже на одной странице написано, на одной стороне, точнее, ага, благодарность, похвала, так, благодарность сверху мы пишем, к сожалению, вот эстонский, Юр, а вы можете перевести мне, будьте добры, нет, нет, напишите, пожалуйста, благодарность вот это, да, да, особо ребенок, непонятно, ну, хорошо, Юр, это тоже, да, вот это здорово, хотя вот здесь я обращаю внимание на то, что неоднократно встречаем мы здесь, вот в нашей небольшой аудитории повторения слов и похвалы и благодарности, да, то есть они одинаковые и для того и для другого. вот это вот я отдельно положусь, вот это хорошо, сейчас мы чуть позже, но, как вы себя чувствуете? Водички? Нет, нет. Да, как угодно. Выпил ее воду. А что ж так терпел-то она? Ну что, друзья, огорошить вас? Так, чтобы не скучно было. Хотели? Если наше пространство, точнее, вот смысловое поле нашего общения христианское, то попробуем обратиться, хотя мы и раньше это делали, но я не объявлял этого, обратиться к святым отцам, то есть к тем людям, которые, к тем людям, которые не то чтобы были стерильны, личностно стерильны, нет, то есть вот безгрешные, это вообще как ангелы, это по сравнению с нами, они ангелы были, я стучу по микрофону, прошу прощения, а как всяк земнородный, это грешно, но их святость, их чистота, слово святость на разговорный русский язык переводится как чистота. Так вот личностная чистота, она была связана с тем, что они не хотели грешить, ну не хотели, им не нужно это было. Помните, свой доклад я заключил этими словами, да, от осмысления своей греховности, да, мы переходим к чему? к свободной потребности не грешить. Вот свободная потребность не грешить, это святость. Но это нужно для нас, для каждого. Вообще, Бог спасение наше устроил только для того, чтобы мы свободно грешить не хотели, чтобы нам было нужно не грешить. Ну вот, обращаемся к ним. И знаете, что они нам сообщают о похвале и благодарности? Приготовились? Хочешь навредить человеку, похвали его. Вот это сильно, а? Ну то есть, любовь, это благо, да? Мы вот на обратной стороне, на обратной стороне, мы так пишем А, это благодарность. Ну вот, совпадение, конечно, это очень здорово. Мы, хорошо, я сейчас обобщу, потому что, может быть, некорректно, да, было бы читать, я запомнил, там эти надписи, некорректно было бы читать, так по листочкам, я обобщу. Очень часто, да, мы обращаемся к своим детям, хваляя их, хваляя их. Умница, я тобой горжусь, ты лучше всех, ну и так далее. что с этим связано. Хорошо. Ну вот здесь, спасибо. В одном месте я увидел следующее, да, там выражение гордости, да, за, так сказать, ребенка, там, за близкого человека, и в том числе, в последовательности вот этих вот обращений, похвалы, да, там была еще такая строчка, прости, что там, что я, или там что-то такое еще. Но это вообще неправильно. То есть, это неправильно в том смысле, что к личности, для личности ребенка это не несет созидательного начала, импульса созидательного нет. Объяснить почему? Собственно говоря, это и есть вот сердцевина нашего общения сегодняшнего. Понять, в чем же разница, почему мы, похвалы и благодарности, почему мы в названии вот темы нашего общения вынесли похвалу и благодарность через И, то есть, таким образом, как будто уже изначально обозначали альтернативу. Помните, вот в прошлом году, когда мы собирались и говорили о, по-моему, в прошлом, ну, однажды, вот на одной из наших конференций, мы говорили о чувстве вины и покаянии. Да? Там, эта тема была составлена так же, для того, чтобы для потенциального слушателя обозначить альтернативность этих понятий. покаяния и чувства вины. Они диаметрально противоположны. Если кто хочет задать вопрос по этой теме, вы можете записать, я вам потом, у нас будет время поговорить, я вам разъясню, почему это так. И покаяние, оно спасительно, а чувство вины приводит человека к погибели. Но оно греховно. Это мы потом объясним еще раз, если будет нужно. Так же сейчас, похвала и благодарность. Вот эти две вещи, они вынесены, да, в качестве подсказки, в качестве подсказки альтернативности этих понятий. Как вы считаете, дорогие друзья, какое понятие благороднее из этих двух? Почему? Нет, нет, нет. Ну, тут... Да, 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 да. Здесь даже в самом названии звучит двухкорневое слово «благой дар». Благой дар, да. То есть есть у нас благо такое, да. Действительно, благороднее благодарность. Тут все звучит. Теперь продолжайте вашу мысль. В чем благородство благодарности? В том, что оно что? Не подпитывает эгоизм. Не подпитывает эгоизм ребенка. Дальше. А, хорошо. Хорошо, хорошо. Спасибо. Хорошее начало. Признание, да. Признание, да. Отлично. Это слово очень важно. Признание. Ну, давайте, пока вы думаете, мы проиллюстрируем признание, что это такое. Вот, допустим, у кого-то из нас день рождения. И вот, ну, поверьте, мне каждому из вас хотелось бы сказать, вот, лично мне. Я сейчас только про себя говорю. Но и, в принципе, вот у нас есть те люди, которые бы нам хотели сказать вообще слова счастья. И вот это вот, ты такой хороший. Молодец. Мы тобой так дорожим, да. С тобой так спокойно, там, тепло. Это состояние дома. Это все твои, там сказать, труды. И так далее. Скажите, что это? Похвала или благодарность? Попались. Мы начали говорить о признании. Нет, по сути. Это слова признания. Вот мы целый год терпим, да. А потом вот изливаем на человека то, да, чем мы, по нашему мнению, хотим его укрепить, поддержать, вот, скажем, в следующем пути, да. Высказать, ну, слушайте, у нас же кроме себялюбия и эгоизма, да, есть же еще что? Ну, потребность в тепле. Потому что, когда ты трудишься, что-то ты делаешь безответно, это очень тяжело. Не все могут это делать. Это даже в монастырях не все могут, я вам скажу. И вот слова признания, они, когда они бывают вот редко, они связаны с каким-то вот селебрити, с торжеством, там, с какой-то вот таким событием, слова признания, они имеют очень созидательную силу. То есть человек понимает, что весь мрак его жизни, там, трудность поступков и прочее, это не зря. Но так бывает редко. Если мы слова признания размениваем на каждый день, то это становится похвалой. Как вы думаете, что рождает похвала? Давайте мы с конца начнем. Похвала. Это в вас или в ребенке? Может быть, и так и сяга? Да, конечно. Дело в том, что если говорить о педагогике христианской жизни, то, конечно, мы и дети Божьи. То есть в каком-то смысле, те процессы, которые происходят внутри наших детей, они происходят и внутри нас относительно Бога. То есть действительно, похвала рождает тщеславие. А в чем проявляется гордость в данном сути? Точнее. Ну, это да. Ну, понимаете, тщеславие, гордость – это понятия очень близкие. Они настолько близки, что только Иоанн Листричник, это преподобный отец 4 века, он различает их. Множество своих отцов совмещают понятия тщеславия и гордости. А Иоанн Листричник говорит, что гордость – это возношение над другим человеком, а тщеславие – это возношение над самим собой. Но и то, и другое лишает человека действия благодати Святаго Духа. Присутствие Божие. И демоны смеются над теми людьми, которые своим тщеславием разрушают благие плоды своих трудов. Они лишаются награды. Гордость здесь под псевдонимом гордыни, да? Да, безусловно. Гордость еще же… Достоинство. Мы поговорим об этом чуть позже. Спасибо. Итак, гордость и тщеславие. Гордыня и тщеславие. А что еще? Нет. Ну, за штукосердие следствия. Сейчас я подскажу вам. Нет, осуждение. Осуждение, оно не так явно здесь выглядит. Но всегда бывает так, что если кто-то лучше, значит кто-то хуже. И человек, которого возвышают, он начинает осуждать других, которые не его уровень, паразиты такие. Они не могут. Я могу, они нет. Вот это я могу, это на что похоже? Это что? Нет. Я сейчас слегка о другом. Да, это эгоизм. Извините. Да, это эгоизм, но я о другом. Я об Адаме. Вот он плод. Какой? Красивый. Вот он плод какой? Полезный. И третье что? Я могу. Я знаю, что нельзя. Я могу это сделать. И вот как согрешил Адам с Евой, также вот по этой же самой схеме, красиво, потребно и я могу, согрешаем мы с вами. Итак, значит, тщеславие, гордость и осуждение. Эти вещи совершенно разрушительно действуют на личность ребенка. Да, проявляется то, что мы называем эгоизмом. Потом что? Эгоизм развивается, вегоцентризм. Это разные понятия. Я предупреждаю. Потом разберетесь. Я могу рассказать, но это сейчас не будем отвлекаться. Вегоцентризм. В конце концов, человек начинает развивать свою личность в совершенно определенных материальных целях. И мы говорим, что вот сейчас таким трендом является успешность. Даже не денежность, а успешность. Но успешность в контексте нашей жизни, это стало нарушением заповеди синайского законодательства. То есть, короче говоря, успешность стала Богом. Все. Она уже здесь, можешь в храм ходить, можешь в храм не ходить, это уже не важно, христианин ты или нет. Если христианин, еще, значит, хуже. Потому что ты поклоняешься успешности, ты ей служишь. Но это начинается от похвалы. И совершенно разумно задать вопрос, а что является альтернативой похвали? Мы говорим, что это благодарность. Что рождает в человеке благодарность? А, нет, стоп, стоп, стоп. Извините, пожалуйста, я специально отложил этот листочек. Вот. Мы уже говорили, да, что вот я того горжусь, это довольно сложно. То есть, ребенку в этом случае прививается понимание того, что гордится хорошо. Ну, на основе подражания, раз мама и папа так, ну, тоже. Я бы попросил вас вот в практике воспитательного процесса, да, в практике детородительского общения, я бы попросил вас все-таки разобраться в понятиях гордости, как мы говорим, гордыни еще, и достоинства. Друзья мои, вот все-таки христианская жизнь подталкивает нас совмещать понятия гордость и гордыня. Гордыня – это просто славянская транскрипция, и все. А достоинство – это другое. То есть, не заменять словом гордость, не заменять словом достоинство. Ну, как у нас заменяют, допустим, незаконное сожительство гражданским браком. Понимаете, может, что тут такое. Да, допустим, где-то убийство, прерывание беременности, называется аборт и так далее. Ну, то есть, все это идет к смягчению пороков. Я вот что хочу сказать. Поэтому важно, важно отличать гордость, именно гордость и именно достоинство. Вот чем эти понятия отличаются друг от друга? Благодарю вас. Чистый террорист. Вот смотрите. Да, это почти правильно. Гордость – это когда я выше, когда я против. А достоинство – когда я за себя. Я берегу себя. Я охраняю себя. В том числе, я охраняю в себе то, о чем вы сказали. Я охраняю в себе искру Божию, которую он меня заранил. Его присутствие в себе. Более того, если присутствие Божие есть в каждом человеке, ну, по рождению, как у Адама там, то христианин – это присутствие Божия, что он еще больше умножает. Он призван к умножению таланта. Ну, как всякий человек, но вот у христианина это лучше получается. И достоинство, оно у нас увеличивается по мере увеличения потенциала какого-то нашего личностного. Но при этом что? Мы этим не гордимся, мы оставимся смиренными. Потому что мы этот дар, который у нас есть, развивается, там все, мы его просто бережем. Умножаем, бережем там как-то вот все это. Так вот. Поэтому попрание человеческого достоинства запрещено даже законом. Вот мы по улицам ходим спокойно, более-менее. Почему? Потому что мы надеемся, что благодаря силе закона против нас не будет совершено преступление. Вот, допустим, обворовали квартиру у кого-то, несчастье. Важно обратить внимание на то, что больше всего жалко непотерянного имущества, а вот это восквернение жизни. Вот потоптались по твоему личному пространству, по внутреннему миру. Все испортили. Вот это вполне себе унижение человеческого достоинства. Давайте мы выясним определение слова унижение. Оно есть. Унижение – это когда к человеку относятся меньше, чем он есть. Не ниже, чем он есть, меньше, чем он есть. Ну, скажем, люди без определенного места жительства, бродяги, они не ругаются, они разговаривают на таком языке. Да, для них дурные слова – это обычная их речь. Но если с дурным словом обратиться к воспитанному человеку, для него это будет оскорбительным совершенно. Это будет что? Унижением его достоинства, конечно. Когда относится меньше, чем он есть. Хорошо. И поведенчески, поведенчески, гордость всегда теряет в результате. Потому что, ну, почему? Потому что агрессия всегда рождает агрессию ответную. Да, и если человек, вот он относится к чему-то, к кому-то, вот так вот, преско против, то часто он терпит поражение. А если человек, производя те же самые действия, направлен за себя, не против кого-то, а за себя, то тогда у него бывает успех. Постараюсь объяснить это на ярком примере, но я не хочу, чтобы это было с кем-то из вас. Вот, допустим, назревает конфликт между людьми, и я, считая вот кого-то там неправильными, я начинаю бить по лицу. я драку начинаю. С целью какой? Унизить. Да? То есть я проявляю гордость для того, чтобы он вообще превратился в ничто. Это поступок гордости. Но если я иду там с другом там, со своим, да, с любимым человеком, и меня останавливают там какие-то хулиганы и говорят, слушай, ну, ты подожди в сторонке, а мы тут вот займемся, так сказать, делом, а ты подожди нас, ну, посмотри там. Что я скажу ему, что, да, вы знаете, я вот постою в сторонке, посмотрю, вы сделаете все, что хотите, и мы пойдем дальше. Нет, я тоже драку начинаю. Но этот поступок, он не является поступком гордости. Он является поступком защиты, достоинства. И даже закон охраняет эту возможность человека, да, когда это называют самооборонией. То есть вот одинаковые по форме поступки могут иметь разное содержание. Имейте это в виду. Хорошо. С точки зрения Евангелия, как нам преодолеть гордость в себе, в нашем ребенке? Как не хвалить? Ну, нет, здесь ответ он из вопроса, из альтернативы вопроса не появляется. Я вам не верю. Я вам не верю, потому что... Я могу объяснить, почему. Дело в том, что ответственность за воспитание своих детей несут кто? Родители. Согласны с этим? А педагоги — это те лица, которым делегированы родительские функции по воспитанию и образованию на время отсутствия этих родителей. Это понятно? То есть педагог в этом смысле от родителей ничем не должен отличаться. И если мы говорим, что, значит, мы не хвалим ребенка дома, то и мы не хвалим его и здесь, и все. Другое дело, что привычка так сложилась, но я не спорю с этим. Привычка — да. А насколько она хороша? Мы же для того и беседуем, и собираемся, чтобы выяснить эти вещи. Вообще, учителя, они зарплату получают из налогов родительских. Учителя, они на службе у родителей. Кто не понимает этого? Да, учителя выполняют социальный заказ, конечно. И взаимодействуют с родителями как участники образовательного процесса. Тоже должно быть понятно. Слушайте, это простые вещи. Ну так вот, как не хвалить с точки зрения Евангелия? Слово Божие нам говорит следующее. «Когда вы сделаете что-то хорошее, не думайте, что сделали что-то великое, а скажите себе, что я сделал только то, что должен был сделать». И будете иметь награду на небе, но это дальше. «Скажите себе, что я сделал только то, что должен был сделать». Ведь вопрос. Бог создал, это требует ответа. Бог создал человека для добра или для зла? Долго отвечали. Следующий вопрос. Можно ли считать, что человек в состоянии добра добра – это норма? Я согласен с тем, что этой нормы сейчас очень мало. Но это не меняет дело. Норма от этого не меняется. Можно ли считать, что человек в состоянии добра – это нормально? Правда? Итак, если человек делает некое добро, за что его хвалить? За что? Ну, это нормально. Вот так должно быть. Услышьте. А благодарность. А благодарность. Что она рождает в человеке? Вот мы к этой альтернативе подошли. Мы начали с отказа от гордости. Мы поняли, почему это. Хочешь навредить человеку – похвали его. Вот что скрывается в этом утверждении святоотеческом. Мы поняли, как это преодолеть. Если ты делаешь что-то хорошее, скажи себе, что я сделал только то, что должен был сделать. И тщеславие побеждено уже. Почему? Потому что исполнение долга – это смирение. Состояние противоположное гордости. А вот благодарность. Что она рождает в ребенке? Перейдем теперь к ней. Да, отлично. Да, любовь. Мы говорили о том, что поступки рождают любовь. Помните? Чувства. Молодец. Я вам очень благодарен за это. Прям красиво. 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 Потребность добра рождается в ребенке от благодарности. Молодец. Что еще? Прям. Нет. Для меня это реально удовольствие просто слышать вас. Ну, не только вот этот ответ, а вообще вас. К сожалению, я сейчас как эгоист говорю. Но мне от этого никуда не деться. Может, это поможет понять то, что достойно. Продолжайте. А, созидает достоинство в человеке. Чтобы человек ребенку понял, что это значит. Да, отлично. Да. Понимание нормы. Они подтверждают, да. Они, кстати, напоминают о том, что таймер уже подходит к концу. Да, действительно. Давайте повторим. Да, благодарность созидает в человеке потребность в делании добра. Ваше слово. Повторите. А, созидает сознание ребенка понимание нормы добра. Добра. Правильно. Понимание нормы добра. Дальше что? Ну, это тоже. А есть вещи важнее. Учат ответной благодарности, да. Но есть вещи важнее. Это воспитание бескорыстия. Воспитывает бескорыстие в человеке. И что для ребенка очень важно чувствовать в семье? Только любовь не говорите. Что для ребенка очень важно чувствовать в семье? Признание и забота. А точнее, вот забота, признание, а вот слово, которое объединяет это все. Безопасность. Нет, нет, нет. Да, был почти правильный ответ. Это называется слово востребованность. Он чувствует себя востребованным, даже если он ошибается. То есть, вот допустим, папа врезает новый замок в дверь. Если дверь деревянная, то там, значит, получается стружка. И ему, значит, папа говорит, что сынок там или дочь, пожалуйста, слушай, убери стружку. Значит, сынок или дочь убирают и оставляют после себя неубранные стружки. Замечает это родители или не замечают? Ну, по идее, замечать не должен. Ну, прибрал быстренько самое все. То есть, он не укоряет за то, что он плохо делал. Он потом сделает, станет старше, поймет, что еще нужно вот там за уголком. Но он благодарит, слушай, тебе спасибо за помощь. Я бы, слушай, у меня столько звонков было еще с работы, там, три звонка, пока ты там, так сказать, подметал, там, все, спасибо тебе. Да, то есть, востребованность, сопричастность жизни взрослых. И еще, что очень важно, рождает благодарность. Самооценку повышает человек. Ну, что, собственно, сочетается вот с потребностью творить добро? Потому что человек, он понимает, что он хуже уже поступать не может, только лучше. Хуже неприятно, лучше приятно. И он чувствует в себе достоинство. У него растет оно, он может делать хорошо. Ведь наша задача, и задача и семьи, и школы какая? Научить, дать ребенку понятие добра, научить его делать это добро, и научить любить делать это добро. Вот три вещи, которые мы должны сделать. А с помощью оценок в школе, да, там, та-та-та-та-та-та-та-та. Оценки, ну, они мало о чем говорят, конечно. Лишь бы, понимаете, дети, они, ну, выстраивая свое субкультурное социальное пространство, они, конечно, могут относиться друг к другу. Вот у меня пятерки или там десятки, да, у кого-то там вообще там неизвестно что. Но учитель должен гасить эти вещи. Он должен сказать, это не мальчик или девочка глупы, а у них не получилось. Ты хочешь, чтобы у них получилось? Помоги. Вот и все, все решение. Они не лучше и не хуже, ну, вот не вышло. А если тебе это не нравится, измени это сам. Вот задача, поставьте отличнику. Вот справится, вот цена высокой оценки. Справится человек с задачей помочь другому или не справится? Если не справится, его высоким оценкам грош цена. Он не может. Ну, выучил он наизусть, ну, и что толку-то? А как человек-то он, что он? Говорит одно, это плохой, а ему просит помочь ему, чтобы он стал лучше. Он говорит, да нет. Ну нет, ну что ты тогда? Думаешь, что слишком хорошее, что ли? Итак, вот понятие, так сказать, самооценки, да, возводит нас к чему? К понятию достоинства, которое тоже мы должны в себе беречь. И самооценка нам в этом помогает. Еще раз, человек понимает, что он не может уже хуже делать. Это неприятно. Он многое потеряет, если он сделает хуже. А если он сделает лучше, чтобы любовь? Очень часто дети, вот и в семье, и в школе поблуждаются к каким-то, с точки зрения взрослых, хорошим вещам через какие-то материальные блага. Ну, если ты там будешь хорошо учиться, мы тебе купим там это, если ты будешь хорошо учиться, то ты от школы поедешь туда-то, ну срам какой-то вообще. То есть человек, вы понимаете, человек, он начинает мир весь воспринимать не любовно, а монетарно, материально. Он может получить несколько высших образований, он может занимать высокое место в бизнесе, там в обществе и так далее. Но его поступки будут мотивированы чем? Успешностью. Вот тем, о чем мы уже с вами говорили, что богопротивны. У него могут быть неудачи, он может быть очень успешным, но этот успех будет, что называется, по головам. Ну, а как он перед богом оправдается-то? Как? Перед людьми, да. Высоко там все. Ну, а что ты с собой-то заберешь, что ли? Но все закладывается на нашем сегодняшнем уровне, на уровне детородительского общения. На уровне или снижения качества этого детородительского общения, или на повышение. То, что мы с вами вот здесь писали, сейчас более подробно. Вот я так вот прошелся, посмотрел вот эти вот вещи такие. Более подробно мы разбирать сейчас не будем. Я полагаюсь на ваш личный опыт, который создался тогда, когда вы писали вот это. Может быть, кто-то почувствовал разницу, может быть, кто-то разницу не почувствовал. У некоторых вообще одно и то же написано, и там, и тут, и там. Но, если мы привыкли к лексике тщеславия, того, что не является благодарностью, нам стоит от этого уйти. Вот это очень важно. Цена вопроса велика. Если у нас лексика благодарности, мы должны это умножить. Чтобы ребенку легче было, просто проще жить. Вот, допустим, какую цену, нет, какие детские поступки наиболее ценны? Кто мне скажет? Вот ребенок, подросток совершает какие-то поступки. Наибольшая ценность у каких поступков? Я не буду вас пытать, это идеальный ответ. Правильный ответ, идеальный. Когда ребенок совершает поступки без напоминания. Это вот это слово. Знаете почему? Потому что, когда мы ему напоминаем, то мы вот эту задачу вставим в череду регламента его дневных задач. А если сейчас, сейчас уже не надо, а если ребенок делает без напоминания, знаете, почему это вот это слово? Потому что он чем-то своим личным жертвует. Он жертвует временем гуляния, временем делания уроков, времени там, я не знаю, сейчас это интернет там или там что-то еще. Он уменьшает это время для того, чтобы сделать что-то для семьи, без напоминания. Это понятно, почему? Почему это вообще самооценно? Поступок без напоминания. И при этом хвалить ребенка, это разрушить его усилия любви. Потому что тщеславие ребенку противно. Пока он к нему не привык. В силу детской чистоты тщеславие неприятное, и ребенок чувствует, что родитель говорит что-то не то. Нет, я не запомнился. Сейчас, вы запомните его. Ну вот, смотрите, вот немытая посуда. Ребенок подошел, вымыл, и первая реакция, ты молодец, ты умница, умница. Как это там хорошо и все это прочее. Второе, вот что мне здесь вообще очень понравилось, это тактильность в благодарности. То есть мы обнимаем, мы целуем и говорим, слушай, маме так приятно. Смотрите, насколько велика разница. Маме так приятно, еще поцеловать в головку. А если, знаете, еще все, мама скажет ребенку, любому, после этой вымытой посуды, без напоминания, скажет, папа придет, порадуется. Это вообще песня. Почему? Потому что это объединяет членов семьи. Этот поступок один. То есть нам с тобой хорошо, а папа придет, порадуется. О как. Прошу вас. Я понимаю, что все равно, насколько себя дети проявляют, да, дают от того, насколько мы, вот как родители, да, с ними. Безусловно. Вот. Для меня благодарка природы о том, что при одинаковых родителях строят семь, ведь я, например, самый младший ребенок будет как раз в этом последнем стане, да, которому 5 лет, а вот старший ребенок, ты как-то с ним чувствуешь, что, ну, ну, я не знаю, дети разные, понятное дело, что, ну, просто понимаешь, что насколько, ну, видимо действий с детьми, то есть… Получается разный результат. Разный результат. Хорошо. Спасибо за вопрос. Но какие факторы еще влияют на развитие личности ребенка? Молодец, Юра. Среда. Дело в том, что с раннепубертатного возраста и лет до 22 основным авторитетом в жизни ребенка является среда, в которой он находится. Об этом Иоанн Златоуст еще писал, если что. Меня всегда поражало совпадение светоотеческих слов с текстом учебника по педагогике, там, по возрастной психологии. Вообще-то меня это срезает просто. Потому что я читал и одно, и занимаюсь другим тоже. Там биомедицинская этика, пожалуйста. Те же самые совпадения, прям почти в словах. Какая разница эпох, качество жизни и прочее. Итак, среда. Ну, кроме среды, еще существует что? Культурное пространство. В зависимости, мы говорим, да, все дети разные. И в зависимости от разного личностного потенциала ребенка, он интересуется разными вещами. То есть один читает одни книги, допустим, другие, другие. Одному одни игрушки нравятся. Там самолетики, да, вот такие вот. Другому нет, машины нравятся. Третий рисует. То есть вот тут тоже вот еще один фактор личностного формирования. Поэтому, да, то есть мы-то вкладываем то, что должны. Совершенно верно. Вы просто молодец. Вот. Ну, слушайте, мы хвалим человека? Нет, он сделал то, что должен сделать. Вот, мы признаем эту заслугу. Ну, у нас же тут практику. Так вот, мы вкладываем в ребенка то, что мы должны делать. И, естественно, мы всем детям даем одинаково, но они по-разному дают нам обратную связь. И очень важно ценить то, как развивается ребенок в своем естестве. Для чего это важно? Для того, чтобы не создавать в нем чувство вины, которое затормозит развитие его личности. Тогда развитие его личности будет зависеть от окрика, от мнения каких-то там, ну, так сказать, других людей. А у нас есть три критерия правильности поступка нашего, чтобы нас чувство вины не мучило. Это заповедь, совесть и ответственность. И все. И все бури, которые могут бушевать вокруг нас, они разбиваются о заповеди, совести и ответственности. Как бы там ничего нас не волновало, мы за эти три якоря держимся, и все бывает хорошо. И вот, итак, мы принимаем развитие, любое развитие нашего ребенка, кроме греха и порока. И не мешаем ему вот так вот личностно развиваться, мы радуемся. Можно считать, что я ответил на наш вопрос? Или не совсем? Я, может быть, не могу до конца для себя понять, в какой момент я могу влиять на это общение? На среду? Ну, наверное, все-таки, какой процент этого взаимодействия дает тот результат? Вот опять же, если есть, порой. Хорошо, хорошо. Дело в том, что очень многое зависит от атмосферы в семье, от атмосферы любви. И чем ее больше, чем качественнее атмосфера в семье, в любви, тем больше ребенок ее ценит. И тем меньше он хочет с ней расстаться. Поэтому, конечно, еще раз, наше усилие, оно не то, что умоляться не должно, оно должно быть творческим. За все хвататься мы, буквально за все хвататься мы не можем. И если мы чувствуем, что нашим детям нужно вот в эту сторону пойти, или нам нужно умножиться в эту сторону, мы в эту сторону умножаемся, если я так отвечаю на ваш вопрос. То есть мы творчески относимся, мы вот так вот, как шар, наполненный водой, мы так движемся, мы катимся, преодолеваем вот эти все препятствия, как мягко, заполняя собой те формы, которые подлежат сегодняшнему заполнению. Можно так сказать? Вот как-то так. А не то, что вот мы прям как танк, а там среда, не среда, там что под гусеницами, что под днищем, там, вот это вот, нам уже все равно. Вот мы делаем то, что мы должны, ну, не так. Потому что, да, 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 потому что развитие детей, оно очень странное. Да, оно для взрослых совершенно парадоксально. И быть негибким вот в этом отношении, конечно, опасно. То есть, может быть, вот этим щелчком уменьшения влияния на ребенка наша негибкость, понимаете, вот наша какая-то вот костность, зажатость. Но это бывает в том случае, когда мы детей пытаемся присоединить к себе. Помните, мы позавчера об этом говорили? Не помогать Богу, да, вот так сказать, не сотрудничество это организовывать, а вот именно вот к себе привлекать, что так, чтобы не отодрать было. Но все равно они уйдут. Ведь помните, когда мы еще коснулись вопроса чистоты, да, что ребенок может потерять ее и душевную, и телесную чистоту в школьный период жизни. Почему это так бывает? Мы сказали о, в общем, довольно грубой такой вот вещи, как месть родителям за то, что они им многого не додали, и дети не готовы к жизни оказать. Но это может быть и не месть. Вот, допустим, если в семье мало тепла, мало объятий, мало вот этой благодарности, когда тебе ничего не нужно, ты просто тебе хорошо, да, ты вот там целуешься, прикасаешься, это все. Если в семье этого нет, то найти это в подростковой среде элементарно. И более того, если в семье нужно трудиться для того, чтобы вот это тепло принять, получить, а здесь трудиться не надо, здесь собрание эгоистов. Понимаете? Но здесь что еще может быть? Тепло и ласка, которое чем заканчивается? Падением в подъезде, извините меня. Потому что в семье этого нет. А не закончится подъездом, ну хорошо, не подъездом, а там чужой квартирой, это всегда так закончится. Почему? Ну потому что демон помогает. Все начинается с того, что в нехватке в семье, а потом он доливает до падения. Есть еще, да, есть еще и продолжение, когда мальчики, а чаще девочки, создают свои собственные семьи только для того, чтобы уйти из родительского дома. Это вообще трагедия. Вот мы говорим там, у нас, кто говорит, отец Алексей, что ли? Да вообще все сейчас говорят. Разводов много там, все. А почему? Даже не потому, что люди не готовы к созданию семьи. Молодые люди, они не хотят к этому готовиться. Им важно уйти из родительского дома, понимаете? А что там, как пойдет, это Бог знает. И когда они сталкиваются, а быт, потому что быт, он, ну все же семейные люди, знаете, как он протирает сразу. Эгоисты, что они друг от друга испытывают, от острых граней друг друга, они испытывают боль и расходятся. А альтруисты, ну хотя бы христиане, ну хотя бы альтруисты, а вообще-то христиане, они что делают? Они при этой взаимной боли, они что, они еще сближаются. Вот это содержание, вот эта вот жизнь, вот это крестоношение, чтобы в конце было вот это. Понимаете, что вот стерлось это все, и вот была вот эта близость. Вот то, что мы ищем в конце. Попробую объяснить вам сказанное на святоотеческом примере. Один из монахов древних все порывался жить в пустыне. Пустынная жизнь – это самый трудный подвиг монашеской жизни. Почему? Ну отшелинчество или затворничество. Почему? Потому что там нет общения. Христианин, вот почему мы общаемся, мы не нарадуемся друг другу. Почему? Потому что мы ценим друг в друге, в том числе искру Божию, которая у нас есть. Мы не можем насладиться общением, нам еще больше давать. Оно вечно. А вот в пустынничестве или в затворничестве общения нет. Это тяжело. Это трудно. И вот один, значит, все это хотел. Но приходит он к старцу год за годом. Старец, я хочу, значит, отшельником быть. Он говорит, хорошо, ты сходи в горы, набери мне мешок камней. Ну он послушный набрал мешок камней. Он говорит, пришел к нему, вот старец, я выполнил послушание. Он говорит, хорошо, следующее послушание, ходи с ним три года. Он ходит с ним три года, пришел, вот я выполнил послушание. Быль. Вот я выполнил послушание. Старец говорит, ну высыпай теперь. И вот вместо вот этих вот скалистых, скалистой породы, там обнаружились округленные, скругленные камни. Понимаете? Ну, хо-хо-хо-хо. Вот так вот. А первый год жизни молодой семьи, это вообще сумастоятельно. И еще раз, те люди, которые уходят из семьи не по любви, а для того, чтобы просто уйти из дома, легальным способом, понимаете, вот в школе ты еще этого не можешь, да, ты социально не ответственен, ты несовершеннолетен, но ты уже своими поступками из формата семьи вышел, ты протестуешь. А потом все, тебе стукнуло, там сколько, не паспорт давали, права получил, все, значит, можешь семью создавать. Права. Вот и все. Потом масса разводов и прочее. То есть не то, что не умеют, они хотят даже учиться, им не нужно. Вот насколько нам важно качество детородительского общения. Или мы можем создать следующую цепочку таких вот личностных ошибок, за которых очень трудно будет перед Богом ответить. Или мы с вами сегодня можем остановить эту цепочку, которая, возможно, была до нас, в нашем роде, в нашем роду, точнее, в нашем роду. Конечно, это требует определенных усилий. Но это, вот это, эти усилия. Ну, никак, ну, не обойдешь это никак. Теперь, что вот, почему я хочу еще в самом, уже конце обратиться вот к этой записке. Там получилось меня порадовать. Спасибо, мне так важно твое внимание. Это сейчас, я не лично про человека, который это написал. Я вообще. Вот спасибо, мне так важно твое внимание. Вам не кажется, что здесь много слов? Не кажется ли, что стоит донести состояние благодарности до ребенка чем-то более универсальным, глубоким? Такой, как, допустим, сильные эмоции. Вот в плане, там, поцелуя вот этого объятия, такого тепла. Здесь есть опасность, я не говорю, что это плохо, но здесь есть опасность обесцененных слов. Когда они пафосны, их много, но при этом вот как-то неизвестно, подтвердишь ты их или нет. И вот здесь вот есть еще очень важный момент. Прости, что там что-то, там многоточие здесь стоит. Когда мне позавчера был задан вопрос там с галерки, нужно ли родителям просить прощения у своих детей, я помню, и для меня это было неожиданно, я помню, я сразу сказал, да, конечно, стоит, можно и даже нужно родителям просить прощения у своих детей. Но не всегда. Прощения просить у своих детей мы можем тогда, когда мы находимся с ними в паритетных отношениях, в отношениях равенства. Ну, условно говоря, мы делаем что-то вместе, поделку какую-то, да, и я, например, клеем приклеил руку своего ребенка, да, или ударил ему молотком по пальцам там, или, допустим, вот послал в деревню собирать ягоды, да, и ребенок свалился с лестницы. Но мы находимся в каких-то социальных, трудовых отношениях в этот момент. Мы говорим, слушай, прости, что я дать тебя, ну, там ты был не готов, лестница высокая, там, я не знаю, дерево закачалось, я не подумал. Конечно. Но если мы будем просить прощения у детей часто, в тех ситуациях, когда мы находимся в иерархичности отношений, где-то родительских отношений, то тогда ребенок поймет, что мы слабее их, и начнет нами манипулировать, ну, в конце концов. Мы же все прекрасно знаем, что вот насколько ребенку важно спровоцировать нас на определенную реакцию для того, чтобы испытать, можем мы что-то или не можем. Но это в раннем детстве происходит. Когда они криком пытаются что-то брать, капризничают и так далее. Они же не просто капризничают, они смотрят, как мы реагируем, и вырабатывают свою модель поведения относительно нас. Я надеюсь, понятно это все. И мы не можем извиняться за то, за свои поступки, только лишь потому, что дети их не понимают. Ну и что, что ему не нравится? Нет, ну хорошо, придет ребенок, он скажет, слушай, я хочу пить джин, или там что-то еще. И мы ему скажем, ну да, конечно. Или нет, да, или мы скажем, слушай, знаешь что? Придешь домой пьяным, ну не знаю, что будет. Потерей любви угрожать нельзя. Понимаете, да? Ну тогда у ребенка, ну ребенок нам потом не откроется никогда. Он будет думать, что вот как только он откроется, значит все, его лишат любви. Понимаете? Вот эту ошибку нельзя с ним совершить. Он же нам признался, что он джин хочет пить. А мы его ближе по щекам. Нет. Любви не будет. Нет. Ну вот придешь пить, ну вот не знаю что. И ребенку это может не понравиться, наша реакция. Ну и что? Ну пусть не нравится ему. Многим людям не нравится, что им запрещают пороки. Вообще христианство, оно, так сказать, подлежит поношению. Да, я извиняюсь, что мы затягиваем время. И господа, вот некоторые тут уходят. Спасибо вам за внимание. Да, да, да. Всего доброго. Так мужественно они ждали, что под это и закончится. Ну и что? Ведь и нам тоже больно, когда наши дети расстраиваются как-то и все. Но помните, мы уже сегодня говорили позавчера. Нас должно укреплять что? Знание блага. И оно дает уверенность нашим словам и поступкам. И мы терпеливо ждем, когда наши дети обижаются на нас, да, как происходит формирование их собственного мнения о чем-то. Мы ждем. Более того, мы помогаем им формировать определенное мнение. Чем? Своими реакциями. Да, ну допустим, вот мы не говорим о телесных наказаниях. А хорошо, ну что такое наказание? Это процесс обучения. И наказание может быть просто изменением атмосферы любви в семье, если она создана, конечно. Да? То есть, что значит изменение атмосферы любви? Умоление. Вот приходит ребенок домой дурной, злой, нахамил он там, там что-то еще. Что, спасибо сказать? Нет. Но мы что делаем? Прежде всего мы сокращаем уровень, снижаем уровень нашего общения или сокращаем полноту общения. То есть, мы говорим, да, нет, ешь, пей, делай уроки, молись, иди спать, и все. И ребенок начинает понимать, что была любовь и нет ее. И любой ребенок найдет причинно-следственные связи. Знаете, каким образом? Когда он, допустим, в детских книжках научится различать картинки. Вот две картинки, найди 10 отличий. Вот именно таким образом ребенок смотрит, что было и что стало. Ну, он этому обучается. Да? И если он приходит домой и видит такое отличие в отношении к нему, значит, он понимает, что произошло, что-то серьезное. Это серьезное отличие, большое. Так что, вот это вот «прости что» может испортить отношения между детьми и родителями. Когда вот эта просьба о прощении является неосновательной совершенно, беспричинной. Когда конфликта-то не был. А его ребенок иногда часто создает осознанно для того, чтобы манипулировать родителями. Я помню, знаете, это не очень хороший пример, но он довольно яркий. Я помню, я как-то пришел к своим родителям, и мой папа был не в светлом духе. И за столом, за столом, он так очень длинно и красиво выругался. Это было ужасно, конечно. А я что сделал? Я просто встал и ушел. Вообще ушел. В смысле, из квартиры. От них. Дико было просто. Прихожу я к ним в следующий раз. Нет, я не психовал ничего. Я маме сказал, я говорю, мам, я, наверное, не вовремя пришел. И все. То есть я и не стал рассказывать о своем состоянии. Я ей сказал, мам, ну я, наверное, не вовремя пришел. И все. И попрощался. Прихожу я к ним на следующий раз. Сидит папа на стуле. Как на троне. Знаете, руки прямо на колени даже положил. И знаете почему? Он ждет, когда я у него попрошу прощения за свой поступок, что я ушел. Можете себе представить? Круто. Причем он знал, по его виду он нашкодил. По его виду было понятно, что он чувствует себя неправым. Но он ждал, пока я попрошу у него прощения. И знаете еще, самое главное, что он был прав. Ну и что, что он так поступил? Важно, как я отреагировал. Вот в чем разница, понимаете как? Я думал, что он вообще не был. Ну я был взрослый, конечно. Ну я был довольно взрослым, да. Не мальчик. Не-не-не. Это было вот в 2010 году примерно. Что вы хотите спросить? У меня три вопроса была короткая. Один вы уже фактически ответили. Ну у нас есть несколько минут еще. Один вопрос. У меня отношение вот этих похвалы и благодарность. Вспомнилась история про Соломею и Иоанна Кресителя. Можно ли? То есть... То есть... Уточните себя себе. Это раз. Давайте, давайте, говорите. Два по поводу слова ложен, да. То есть, соответственно, когда ты что-то говоришь, да. То же должен, ну думаешь, что говоришь, да. И там говорить, что думаешь. Но при этом думаешь, что говоришь. То есть, ты должен при этом потом подкреплять действие. Да, я слушаю. Да, и третье. Вы частично ответили. То есть, если ты благодарен и хочешь похвалить, то лучше выражать благодарность. Это ведет к тому, что это еще дело все усилит, да. А если наоборот ты зол, раздражен и человек поступил неверно, да, то альтернативой является не ругань, а уменьшение любви и может быть что-то еще. То есть, какое средство вот заново. Давайте с конца начнем. Альтернативой плохому поступку. Ирин, вы не за моей головой пришли? Я спросил, слушать не хочу. Деликатный вопрос. Ну чуть, мы задерживались до половины, ладно? Это может не добиться. Это вы угрожаете нам. Предупреждайте. Хорошо, хорошо. Хорошо. Вот как мобильный телефон зазвонил в самое, так сказать, интересное время. Итак, мы начнем с конца. Конец в данном случае, в Юрином вопросе, конец самый интересный. На проступок ребенка мы не то, что, ну мы можем ответить руганью. Ну, в разных проявлениях. Укоризны там, та-та-та. Но есть пожелание на проступок ребенка отвечать, знаете, чем? Кто догадается? Обнять, пославать. Ага. Теплом. Знаете почему? Да потому что ребенку и так уже плохо от того, что он сделал. И что, его, значит, еще раз нужно нагнуть и... Выпороть? Нет. Да нет. Ну, даже в каноническом праве написано, что два раза за одно и то же не наказывает. А но ребенок сам все же, он переживает наказание в совести своей. Особенно если он хорошо воспитан. Поэтому мы почему... То есть, почему мы обнимаем ребенка в этом случае? Показываем свое принятие. Мы сопереживаем тому, что ему плохо. Мы берем это на себя тоже. Мы соучаствуем с ним. И в этом переживании, страдании, осмыслении. Это глубоко. Вот для чего нам нужно общаться, почему мы так подробно говорим? Для того, чтобы мы понимали, что нам нужно делать. Для того, чтобы наши слова и действия были трезвы и осмыслены. Чтобы мы не по наитию это действовали, а вот прям так, как нужно. Более того, знание вот этих всех вещей... Сейчас я продолжу. Знание всех вещей. Что нам поможет? Нам поможет моделировать педагогические ситуации. Для того, чтобы ребенок делал поступки, у него создавался личный опыт добра или ошибки. Моделирование педагогической... Создание педагогической ситуации. Знаете, это что? Это ребенок говорит, слушай, а можно я палец суну в конфорку, в горящую? Мы говорим, да. Все, мы создали педагогическую ситуацию. Что после нее создали? Он засовывает, он что, получает опыт? Все. Дело сделано. Потом, кстати, ребенок смотрит на нас. Если мы начинаем паниковать, ребенок орать начинает. То есть все детские реакции, они зависимы от наших реакций. Если мы спокойно бинтуем палец, причем объясняем, значит, вот на ожог бинтуется сухая повязка. И не йодика, значит, ничего нельзя, только на сухо так... Подуть, бали, у антенки бали, значит, у домика бали, у штанги какой-то бали, а у Машеньки не бали. Завязали, так и все нормально. То есть в игру все это перевели. Ну, это я условно так говорю. То есть иногда мы даже позволяем ребенку... Мы позволяем ребенку даже ошибиться для того, чтобы контролируемо на наших глазах, прогнозируемо ошибку сделать. И потом еще раз мы вот обнимаем его своим теплом, сопереживаем его. Более того, на исповедь часто приходят дети, которые говорят, что... Ну, я какие-то проступки делаю. Причем, помните, отец Алексей позавчера говорил, есть разница между плохими поступками и грехом. Вот. И я делаю плохие проступки, поступки, и боюсь. Что скажут мне родители? Это значит, они дети уже получали как следует. И тогда для них рождается один и тот же ответ для всех. Тебе нужно подойти и сказать, что... Мама, пап, мне что-то трудно так сейчас. Ну, это тем, кто постарше. А тем, кто помладше, я говорю, ты подойди сразу и обними. Иди навстречу всегда. Не прячься. Да, то есть вот не вот это вот нужно, а вот такое. Все. И это весьма практический совет. Это работает отлично. Вот сами себе представьте. То есть мы реагируем часто на своих детей каким-то воздействием, а вы смоделируете себе ситуацию, если бы ребенок наш подошел бы к нам с тем же, и мы бы его обняли при этом. Изменилось бы что-то в нашем детородительском общении или не изменилось бы? Вопрос. Вот. Так что сближение, тепло, вот это наиболее выверенная реакция. Почему? Почему это еще важно? Когда ребенок вырастет, он может совершить большую ошибку. Но он должен знать, что он к своим родителям придет, и родители его поддержат. Не в том, что они скажут, нет, ты сделал хорошо. Нет, они могут сказать, что да, ты сделал неудачно, но мы с тобой, мы тебе поможем, мы все исправим. Но это то же самое, тепло и объятие, просто его становится несколько меньше, когда люди взрослеют. Хорошо. Что касается Соломея, и пока Юра говорил, я просто записывал для того, чтобы не забыть. Дело в том, что Соломея, ну все знают этот сюжет, да, евангельский, Соломея, она плясала на Перу не ради похвалы. Здесь ошибка. Ее научила так мать. И она научила ее для того, для чего? Для тщеславия Ирода. Понимаете? Почему Ирод, ну сколько она несовершеннолетняя была? И почему все с ума посходили? Да, потому что у нее, ну, очевидно, вторичные половые признаки уже были развиты, да, так сказать, молодое тело и прочее. Вот почему все с ума там посходили. Почему этот танец, там, вот, балет-то посмотри, Соломея, там, ну, все это понятно. Мы понимаем. Здесь было только развитие порока. И тщеславия Ирода. Который по тому же тщеславию, почувствовав вины, не захотел изменить своего слова перед его начальниками, ну, своими начальниками, и казнил ее на крестителя. То есть задача похвалы перед Соломеей психологически не стояла. Она исполняла еще раз прихоть своей матери. То есть, короче говоря, это было торжество порока в целом. То есть для своего общества она сделала какую-то, ну, совершила какую-то норму, можно сказать. Да? Ну, если бы в данном случае Ирод сказал, Никон, такая, молодец, я там сделал все, что ты хочешь, сказал, спасибо, мне понравилось, и на этом бы все закончилось, то было бы, ну, развитие, может быть, ситуация, это, событие бы, может, по-другому разве, если бы сказал, спасибо, хорошо, садись, мне понравилось, а он в данном случае сказал, что, ну, так, все супер, так, все. А, вот о чем. Да, то есть, ну... То есть она за пятерку получила магнитофон, можно сказать, да? Да, ну, то есть, во-первых, да, все это выразилось в похвалу, да, и похвала привела к награде, которая... Да, понятно, за пятерку магнитофон. Ну, вы понимаете, возможно, да, то есть если холодно моделировать эту ситуацию, то возможно так, да. Возможно так, но и про Иуду мы знаем, да, что он мог поступить иначе, но он поступил так, как он, так сказать, поступил. Поэтому вот здесь сложно вот использовать вот эти догадки, было бы иначе так или нет, ну, вот не знаю. Хотя формально, да, благодарность, может быть, могла бы изменить эту ситуацию, но... Не знаю, общий контекст жизни тех людей был настолько порочен, да, что вот эта единичная благодарность, там, фрагментарная такая, может, и не изменила бы ничего. Ну, это так, гипотеза один. А что еще было третье? А третье про, по поводу, что уложен, да, то есть, соответственно, то есть, когда ты говоришь, ну, и мы двигаемся сюда наверх, да, то есть в данном случае ты говоришь, что... Что ты говоришь, да, но при этом ты должен быть подкрепляет посудками, да, при этом, ну, значит, то есть, значит, перед тем, как что-то сказать, ты должен думать, что ты говоришь, и надо ты должен знать, что у тебя это потом, для тебя это реально подкрепить действиями. То есть если ты знаешь, что это... Юр, 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 стоп, 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 много слов, много слов, много слов. Давайте так, четвертый раз повторим, Юр, спасибо, это нужно для закрепления. Уверенность в словах и поступках у взрослого человека бывает от знания блага. Ты знаешь, а потом делаешь. И ты не делаешь тогда, когда не знаешь. Ну как можно гуманитарии допустить к механизмам? Он не знает. Плохо будет. Он должен сам хорошо в этом разбираться. Так вот для этого мы все и разбираем по деталям. Чтобы еще раз наши слова и поступки были... Вот в мыслях мы, да, дергаемся туда. Это хорошо, что мы сомневаемся. Мы проверяем себя, там что-то еще. Но слова и поступки бывают успешными, спокойными, уверенными, тогда, когда мы знаем, что мы делаем. И в заключение, я напомню вам о том, что наше общение с детьми не стихийно, а очень продуманно. Эта математика приносит всем благо. Вот эта продуманность. И Юр пытался эти правила вспомнить. Опять он мне второй раз напоминал, чтобы я их сформулировал еще раз. Смотрите. Думай, что говоришь, трезво. Думай, что говоришь, когда говоришь, думай. И не все, что думаешь, говори. Очень важная вещь. Звучит смешно, работает на 200%. Контролируй свою речь. Думай, что говоришь, когда говоришь, думай. И не все, что думаешь, говори. Нам нужно закончить. Если вы думаете, что я что-то не сказал, вы можете задать один вопрос. Я отвечу кратко и все. Давайте. Если человек держит эти правила в голове про говорение и про делание, значит ли, что для него спасительный вариант не говорить вообще? Нет, не значит. Дело в том, что смирение, смирение – это не забитость. Это исполнение долга. В контексте вашего вопроса это звучит так. Ты должен молчать – молчи. Иначе грех будет. Ты должен сказать – обязательно скажи. Потому что если промолчишь, будет грех. То есть, когда к нам пришел ребенок в своем несчастье, мы своим родительским словом никак не имеем права припечатать его еще раз. Мы только обнимаем его. Но если ребенок говорит нам – скажи мне, я не знаю, что делать. Мы не можем промолчать и сказать, что твоя жизнь делай сам. Тренируйся. Вы понимаете, в чем разница? И это будет то, что мы называем христианским смирением. Исполнение своего родительского долга. В данном случае. Ну и вообще. Благодарю вас, дорогие, за внимание. Больше всего за терпение, потому что мы 3-4 минуты пересидели. Благодарю вас. Благодарю вас. Благодарю вас. Продолжение следует...